Пусть он сначала уедет, иначе он твоих друзей пустит на фарш. Я хочу, чтобы вы поняли, что любой, кто помогает лесным дикарям, кончит так же, как наши местные друзья. Я понятно говорю? Ты! Беги! Видишь, парня в кратер? От пределинного поля? Понятно! Веселитесь, ребят! Это твой. Его надо вытащить. Ты спятил? У него транспортная накладная, ведущая к Олимеру Харсвеллу. Она зажифрована, но я расшифрую, если видеть снимок. Вот черт. А, мои румяные новобранцы! Брать не буду! Мы все здесь ради бабла. Но, просыпаясь утром, я думаю, счастливы ли мои люди? Мой отец. Земля ему пухом. Был шахтером. Каждый день он вставал на рассвете, выкуривал сигарету и отправлялся под землю. Для этого чудесного, чудесного человека, компания была богом. Я сохранил это отношение к моему скромному бизнесу. Правлю деньги домой. И я ожидаю от вас того же. Итак, в компании есть три главных правила. Первое. Беречь мой товар. Вы можете их трахать, но нежно. Второе. Убивать любого туземца. И, наконец, всю прибыль отдавать мне. Я все понимаю. Но если вы нарушите одно из этих правил... Паршани, познавь его нахоженый лом, как будто цыпленка. Ладно, хватит болтать. Местные хотят уничтожить труд моей жизни, мою гордость и отраду. Покажем им, что такое бизнес. Да, совсем забыл. Присмесится личный остров за голову Джейсона Броди. Если узнаешь, то она мне изменилась. Это Фостер. А, спасибо, Сэм. Иди покури. Ты, садись. Где список предателей и фотографии? Вот. Отличная работа, парень. Хочешь сигару в честь победы? Ты устроил неплохое шоу. Вообще не курю. Ты боишься рака легких? Это хрень. Тебя убьет не рак. Так, ты хочешь войти в число моих приближенных, Фостер. Но знай, я вижу людей насквозь. Ты не поседа. Ты берешься то за одно, то за другое. Просто ничего не подходило. Хорошо. Скажу по секрету. Знаешь, что делает твоих людей счастливыми? Страх. Итак, хобби. Кулинария, живопись, кино, наркотики. Какое твое? Люблю охоту. Я сам охотник. Благородная профессия. Если мы говорим о настоящей охоте. Я могу предложить тебе отправиться на рынок рабов в Рио, Гонконг, Нью-Йорк. Это всемирное предприятие. Глобализация. Это будущее. Со всех концов света привозят товар мне. Возьми американскую промышленность. Они маркируют линзы цифрами 1, 2, 3. Чтобы я мог их видеть, если надел линзу наизнанку. Но почему 1, 2, 3, а не А, Б, С? Чтобы можно было продавать их в любой стране. И угадай, что происходит, когда я их ношу. Вы не видите 1, 2, 3? Вот это самое удивительное! Вот это и есть прогресс! Это цивилизация! Кое-кто просто этого не понимает. Видишь эту лодку? Я удерживаю ее и экипаж, чтобы получить выкуп. Но владелец не хочет вести переговоры за пределами своей страны. Я предпочитаю европейское исполнение. В американских оркестрах слишком громкие духовые. Дам-дам-дам-дам-дам-дам-бум-бам! Вот это мне суть, Фостер! Ромы покупаются и продаются по всему миру. Так же, как и контактные линзы. Мой продукт универсален. Так, я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Тут внизу есть пленный. Узнай, кто он есть и на кого он работает. А затем избей его до потери сознания. Сэм пойдет с тобой. Ладно. Я буду следить за тобой через камеру. Не часто приходится видеть профессионала за работой. Эй! Не разочаруй меня! Хе-хе! У тебя получилось узнать его имя. Неплохое владение кнутом и пряником. Ха-ха-ха! Ты мне понравился, парень. Слушай, я приглашаю тебя сыграть со мной в покер. Сэм, тебя тоже. Есть деловой разговор. Назначите время. Я всегда свободен. Хорошо. Отлично! Я передам приглашение через Сэма. Ночь покера! Ха-ха-ха! Я спрятал нож в ботинке. Отвлеки его, когда я скажу сдавай. Да. Понял. А-а-а! Привет, парни! Входите! Присаживайтесь! Пятикарточный холдем вас устроит? А! Могу я вам что-нибудь предложить? Хотите поесть? Орешков? Нет. Забавная игра, покер. Спросите о ней на улице, и вам скажут, что все зависит от везения. Но Сэм скажет, что главное это блеф. Да, Сэм? Я. Я. Но это не так. Главное заставить игрока играть до разорения. Ставлю столько же. А мне спешить некуда. Иду ва-банк. Столько же. Отвечаю. Я поднимаю. Холд! Оставляю. Оставляю. Я пропущу. Оставлю. Оставлю. Надо же. У нас одинаковая карта. Давай поднимем ставки. Не возражаешь? Фостер? Джейсон Броди? Или как там тебя еще? Уже не помню. Ты считаешь меня идиотом? Продолжим игру. Сдающий слева, так? Думаю, он пропускает сдачу. Так. Я видел, как ты встретился с Райли. Я чуть не расплакался. А меня нелегко разжалобить. Признаюсь, я тебя недооценил. Ты пытал собственного брата и уничтожил половину моей компании. Ну, пусть фишки лягут, как им положено. Я тебя прощаю. Итак, назови свою цену. Все имеют цену. Вы куклы, а мы дергаем за нитки. Так работает вся система. В жопу систему! Знаешь что, Джейс, я сделаю тебе поблажен, как человеку семейному. По пальцу за проигрыш! Думаю, я начну с безымянного. Джейс, теперь мы никогда не пожили. Ты мог бы стать моим человеком. Получал бы деньги за каждое убийство. Пошел ты! Я не получаю от этого удовольствия. Увы, это так. Нож можно держать с девятью пальцами. Я не получил себя до твоего рождения. Ну, давай, старик! Ты разочаровал меня, Джейсон. Ты не навестил своего маленького брата Райли. Где он? Не волнуйся. Я продал его одному типу из Йемена. Он любит молодых. Я убью тебя! У меня влиятельные друзья. Они найдут тебя. От тебя ничего не останется. Ты не можешь выиграть! Все карты у меня! Да чего же ты боишься, а? Твой брат уже на аэродроме. Не боишься опоздать на рейс? Я отложу вылет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok